всем привет новый бложец давно ничего не снимал поэтому потихонечку сейчас вольёмся в тему видео поэтому не ругайтесь не знаю что в этом блоге будет но что не поснимаем всем по делам все вам покажу устраиваетесь поудобнее и поехать как вы помните каком-то из видео я ремонтировал посудомоечную машину но это будем использовать ее в качестве мойки для деталей двигателей экспериментировал с таблетками как вы можете видеть да то есть всех посудомойках они отсюда закладываются таблетка потом выскакивал так вот вот на таблетках это все не то получается что они толком не отмывают даже дорогие таблетки там финиш колгон там вся фигня то есть парни привозили из дома попробовать там на пробу по пару таблеточек и это все фигня то есть не толком не отмывает и во вторых тему вариатор от бар пищи как бы алюминий сильно темнеет то есть такой цвет принимает очень темный поэтому это не есть хорошо как бы это получается какой-то окисл вот поискал в интернете хотел купить сначала моющего средства деталан он идет в фасовках 20 литровая канистра это только транспортной компании поэтому отказался от деталана и взял вот такого профика light наша российская господи наша российская так распечатывать не буду он у меня заклеен так что она из себя представляет это порошок грубо говоря это концентрат это концентрат сухой концентрат на 100 литров раствора тут масса 2 килограмма получается у меня ну временная схема канистра в канистру вставлен насос дополнительный чтобы ну как бы нагнетать в посудомоечную машину как бы жидкость до давления потому что изначально все посудомойки рассчитаны на то что давление будет из крана и поэтому пришлось ставить дополнительный насос но слив идет обратно сюда то есть круговорот воды так это бы эта жидкость у меня разбавлена получаться здесь 20 20 литров но если ровно поставить это будет 20 литров 20 литров воды 400 грамм разбавил на 20 литров воды привезли это у нас мотор с вологды возьмем стойку охлаждения стойку охлаждения она такая грязненькая и уже грязь тут такая не этот сама не отшоркиваться потом картер двигателя и два цилиндра и есть у меня со своей машины вот такой кронштейн генератора он алюминиевый тоже и наем такая уже грязь мы посмотрим что получится спустя несколько минут манипуляции получаем верхняя верхняя решетка положил головки вот с таким нагаром нагаром нагар такой уже как бы твердый так верхний за картер двигателя вот такое состояние в таком золотистом даже налете нормально верхнюю решетку задвигаем так как это у нас посудомоечная машина проверяем чтобы у нас крутился распылитель но и нижняя загрузка такая грязь до получаем с этой стороны вот так сейчас посмотрим что из этого у нас получится потому что выйдут детальки как новые идеи вот так и картер сам верхняя половина задвигаем снова убеждаемся что у нас не цепляет и нижний нижний крутится все четенько так лишняя грязь эту можно закрывать можно не закрывать нажимаем старт все поехало то есть сначала начиная от машинка получаться сольет сейчас так и назнать ученый вот этот насос это все парни временная схема так скажем экспериментально экспериментально включился насос то есть должен был вот по этому шлангу идут внутри вот эти провода вместо этого насоса должен быть просто электроклапан который бы открылся из водопровода посудомойка забрала бы воду но так как у нас водопровода нету но без водопровода и чтобы нагнетать давление был приспособлен насос это сливной насос от стиральной машины так как это посудомоечная машина да и она не предназначалась для мойки двигателей так скажем вот и должна она работать вот на таких таблетках таблетки там разного форм-фактора но плюс-минус они там тут разные производители то есть да и разного качества их внутри есть такая штука чтобы не было много пены да и этим таблеткам нужно отмывать только жир остатки после еды и все больше ничего так как мы моем двигатель нам нужно отмыть мазут получаться да и старую грязь которая уже закостенела и плохо отмываться даже растворителями вот поэтому таблетки они не отмывают и к чему я получатся да мы заливаем средства любое будь то деталан вот этот профик light есть еще гейзер средства у всех у их принципиально есть такой нюанс что при 30 градусах ну плюс-минус где-то мойка в 30 градусов если да будет то будет очень много пены она будет просто средства пеница а после допустим там 40 градусов ближе к 50 пена пропадает и средства начинают мыть хорошо процесс мытья да ты загрузил детали потом включил т.н. нагревает воду нагрел до там 50 градусов и потом ты включаешь процесс мойки да то есть у тебя уже средства в статичном положении нагрелась до 50 градусов и потом только начинается процесс мойки поэтому пены нету а если бы сразу включить процесс мойки да на холодной жидкости на холодном средстве то получили бы просто неимоверное количество пены когда есть пена все эти мойки устроены то же самое как и это устроены что в них есть струи под давлением да когда есть пена эти струи под давлением не работают так как пена их гасит поэтому все но если вы на ю тубе посмотрите да то есть все производители вот этих средств там рекламируют что средства у нас низко пенная как отмоет я вам покажу получается у нас по пути пройденное сейчас и я немножко потёр кисточками такой уже а результат но это уже лучше не отмываться на на скорее всего потому что тут уже в алюминий только щетками вот такие головки с этой нагар нет отмываться с этой отмываться отлично как-то так а картер это у нас потому что кверху а блять все горячие вот таком состоянии картер это нижняя половинка грязи скопилось потому что как лодки в таком состоянии у нас охлаждение ну и картерина то же самое запихи вам и продолжают немножко процесс продолжается как то вот так то есть мой от вообще нормально мне понравилось и понравилось еще средства из-за того что но как я говорю идет в такой посылки так пока продолжается мойка займемся парни моторами моторами тут вот стоит так у нас четыре штуки раз два три четыре четыре это у нас моторы приехали с питера один вот этот свободы но его пока не знаю что с ним делать потом мотор 5 лаббитнанги прислали и 6 еще наверху там один стоит и так здесь у нас от arctic это мотор стоит у меня мотор еще вот такой бурановский так хозяин может быть узнаю посмотреть то есть вариатор сафари синяя крышка к 65 карбюратор просто-напросто я потерял контакт не знаю чей это мотор не знаю как найти хозяина хозяин пока не сам не звонит поэтому может там позвонить что где мой двигатель ему на уже ехать а у меня ничего не сделано привез у тебя его мне товарищ на volkswagen t4 оранжевый и сзади грузовой кузов если ты смотришь от зависит напиши мне в контакте что это мой мотор так надо по нему просто я не помню уже он еще в середине лета или в начале начале лета или весной даже ко мне приехал по моему только на ревизию ну перетряхнуть там подшипники поменять и все по моему не знаю не буду гадать поэтому как не пока его трогать не буду как только ты от звонишься отпишется так и не будем разбираться что к чему и почему маленько немножко сменились планы поэтому пока была друг был свободен на газельки съездили прикупили чуть-чуть пенопластика размер метра на 240 и вот это получается на второй этаж немножко у меня на потолке не до утеплено и на 2 стены на получаться на эту стену и вот на эту стену и остается еще эта стена и эта стена да на втором этаже то есть грубо говоря это только треть от всего объема пенопласта который нужен для утепления второго этажа вот если так прикинуть да то есть по факту вот минус утепление изнутри вот такой объем из пространства гаража он просто-напросто съедаться она когда на стенах но так не выглядит да здесь у меня утепление получается 30 пенопласт и а избежка но как бы пока она на стене это незаметно когда вот она вот так вот в пачке стоит и это серьезный объем то есть по факту вот такого пространства в гараже больше нет не будет да это я говорю как как сказал это где-то треть общего объема где-то вот такой куб будет посюда ну в два раза можно сказать в два раза больше года и еще пространство займет как-то так то есть внутреннее утепление она имеет свои минусы но и есть от утепления есть свои плюсы для чего тогда если бы не было плюсов утепление никто бы не утеплялся как то вот так то есть сначала хотел 30 но потом подумал что были как вот здесь на первом этаже то есть сэкономлено лучше бы конечно и первый этаж был бы сделан 50 она тепле меньше дров нужно для того чтобы было теплее дольше тепло держалось мойка закончилась достал обдул просто воздухом как написано на банке промывать можно не промывать то есть у средства есть защитный состав именно для алюминия даже есть видите как бы алюминий остался светленький он не темнеет в процессе мойки это хорошечно и вот допустим шпильки да то есть они не покрылись жравчиной что эти что эти не домылась так по моему вот эта головка плохо снимать так нет нет это отмылась но тут не сильный был на лед нагара но отмылась вообще идеально вот это место чуть не думалось но даже я думаю что растворитель вы не взял эту штуку потому что даже от канцелярского ножа ведь она не очень плохо чистится это уже ничего страшного это уже не повлияет на процесс работоспособность блин да что не а это головка чуть не домой но это ладно это уберем растворителем или же вот такой щеточкой почистим или вот такой щеточку почистим сами цилиндры сам картер то есть все идеально отмылся но не буду там врать да как бы как я и говорил где-то на 30 после 30 минут мойки из часа я открыл и немножко почистил кисточкой как бы большие залежи грязи был бы он не такой грязный этот двигатель не надо было и кисточкой вытереть а так вообще все идеал все сеттинг и клетчатка отмылась но где-то осталась грязь допустим не знаю ну то есть вот там вот в потай куда они не достают струи там осталось грязь допустим вот этот кронштейн тоже все отмылся все идеально отмылся грязи нету но вот этот налет вот я пробовал да вот не изучен и шуруповерте где-то эта щетка то есть пробовал щеткой и даже от щетки толком не убираться то есть это уже окислился алюминий и грязь в туда внедрилась эту грязь уже отсюда не выжить вот такое внутри ну как и сказал обычный порошок и зачем у меня была замотана то что видео но если его не замотать как я думаю она гидроскопично то есть впитывает влагу и но у меня же нету постоянного там отопления да то есть когда-то холодно когда-то не холодно когда-то жарко и она просто я думаю что напитают влаги и встанет комком и потом это дело надо будет какой-то в какую-то мясорубку чтобы она снова раздолбилась поэтому я закрываю крышку хотя тут этот самая бумажка есть как бы все плотненько закрывается закрываю крышкой и заматываю изолентой как-то так то есть если вы заметили у меня уже здесь полбанки я уже мойку заправлял заправлял второй раз и получается на 2 2 раза на все испытания плюс-минус где-то у меня ушло ну хватило мне на полноценную мойки на где-то 12 двигателей и как бы средства все это еще работают еще можно то есть моторов 15 15 можно замыть но это именно моих да как бы этих снегоходных если вы там будете автомобильными моторами считать то это где-то на 23 максимум 4 мотора наверно на моторов 5 хватит вот такой банки то есть если емкость мойки 100 литров раствора моторов 5 и это будет еще бюджетно то есть это как бы до бюджет получаться чем мыть это все бензином или растворителем это у нас если парни я не ошибаюсь это у нас казани мотор ну хозяин узнает сейчас его быстренько расчехлим увидите какая упаковочка упакована отлично пленку сняли и для тех кто спрашивает как определить сколько сил в моторе так это у нас универсальный картер судя вот поэтому приливу да вот этот картер именно от двухканальной систем продувки то есть он имеет как окна маленькие видео они не широкие узкие поэтому вот с такими картерами все моторы они все двухканальные если же они не переделаны уже но переделка будет видно тут будет шов от аргоновой сварки вот эти же моторы они могут то есть на универсальном картере они могут быть как двухканальная так и четырехканальная то есть как 28 сильная так и 34 сильно именно этот двигатель 34 лошадиной силы и это определяется по ширине вот этого канала так сейчас мы возьмем вот двухканальная цилиндр двухканальный прокладка лежит от 4 канального цилиндра никогда так не делайте потому что потому что вот да с внутренней стороны где цилиндр цилиндру прилегают так а второй цилиндр является тут тоже видите от четырехканалки то есть вот так стоят два цилиндра и со стороны где цилиндры друг другу прокладка она она висит в воздухе вот если снять вот смотрите вот след видите от цилиндра от окна если снять то получим вот такую историю видите вот след от прокладки остался тут буквально перекрытие полмиллиметра максимум миллиметров из этой и на этом цилиндре точно также вот смотрите чем я говорю и здесь перекрытие буквально один миллиметр и у вас получится так что вот в этом месте прокладки выдает это сто процентов так ладно не об этом о том что вот смотрите здесь какой вот так давайте даже положим просто-напросто вот так возьмем только левый цилиндр и покажем вот видите разницу то есть ширина здесь и ширина здесь вот это продувочный канал ширина канала тут и тут вот это у нас двухканальная система продува продувки то есть есть раз канал есть два канал с этой стороны естественно этот канал этот цилиндр четырехканальной системы продувки вот и вся разница как отличить но когда стоят кожуха охлаждения это очень плохо видно вот так вот стоит кожух охлаждения ну да пока кожуха короче парни не снимешь не понять какой это мотор двухканальный на 4 канале то есть на скидывать вот это или передний кожух или задний кожух а по-другому никак со стороны выпуска тоже не этот самый задиров нету чуть-чуть потерто съесть в принципе в нормальном состоянии еще посмотрим там дальше уже спишемся с хозяином уже решим что к чему и почему я сказал стоит система зажигания электронная и зажигания судя вот по этому коннектору зажигание стоит самоотстойно это или md4b или 44 единицы там еще что только самое убогие зажигание которое ставились на этот двигатель так парни сразу же первая загвоздка не смотрите да берем гайковерт и пытаемся открутить гайку вроде бы кажется да что гайковерт не может но по факту гайка немножко открутилась то ли она закручена не по резьбе то ли не гайка не с тем шагом была закручена так и это и эту проблема чтобы не испытывать судьбу сейчас 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 просверлим эту гайку в двух местах и расколотим ее зубило чтобы не портить резьбу на коленвалу просверлились и и получается мы вот так вот сделали с этой гайкой и получили скорее всего нету резьбы сейчас уберу ее до конца и смотрим на гайку фокус мокус-покус и тут вот в этом месте где ноготь можно наблюдать кусок резьбы оттуда у нас она у нас вот отсюда как я говорил зажигание стоит md4b и зажигание уже стоит кооперативная я думал предполагал сначала что это стоит заводской md4b или но 4 любое 6 проводное зажигание на это уже кооператив почему потому что если пышку включим вот есть метки на картере 1 и 2 а на основании меток нету зажигание стояла в супер раннем положении и скорее всего ну или этот хозяин это зажигание ставил или предыдущий хозяин ставил это зажигание и на скорее всего гайку закрутили не по резьбе и это резьбе пришел кончитас чили читас померил но резьбомером померил резьбу думал может гайку не то резьбы закрутили нет на валу один ой полторашка резьба и гайка вроде полторашка просто скорее всего закрутили не по резьбе ну и печаль беда шла резьбе и это очень короче тут этой шейки пиздец этой шейки без извините за мат но как-то так такое ощущение как будто ее еще долбили молотком потому что как бы такое заметно на камере это вообще отлично видно вывалился сальник поэтому хотела думала прессовать этот двигатель нечего прессовывать если так немножко подковырнуть мы его извлекли этот сальник вывалился полностью этот сальник скорее всего подтекал но тут еще как бы вроде сыра все так грязно но это обманчиво потому что тепла вот эта прокладка и вся сырость идет ведь отсюда это обдувом ну клетчатка надувает и она все здесь стекает может быть этот сальники не тек но скорее всего он пропускал тоже потому что это сальники еще стоят и арти заводские мотор этот не слишком старые это где-то 2000 может ну если не совру где-то от 2003 до там 2008 года десятого данным восьмого года где-то так потом уже пошли цилиндры нового образца и картера так и сальники уже там наверно в десятом десятом одиннадцатом году стали ставить кок это же яркий ярославская резина техника но это плохие сальники они еще у их размерность вот написано 29 72 11 по факту шейка шейка коленвала на 30 миллиметров а сальник 29 зачем такие сальники было ставить за воду вообще непонятно смотрите кто занимается да кто хочет там сам ремонтировать двигатель вот цилиндры стоят да и они не шевелятся то есть они прилипли на прокладках потому что этот мотор как я вижу его никто не разбирал он в завода его никто не разбирал поэтому не надо брать отвертку вот так плоскую да и где-то здесь начать ковыряться показываю первый и последний раз как снять цилиндры легко и просто без всяких проблем берем двигатель переворачиваю в таком положении вы никогда не сломаете пошли вы кольца ничего не будет вам нужно у меня резиновый полно и вам нужен деревянку берем приподнимал все идеально с него и кольца дальше перевернули полностью раскидал и в принципе но как я и говорил да мотор первый раз скрывался судя по поршням я не ошибся это 2007 год оба поршня 2007 года это поршни еще со старой маркировкой сейчас маркировка поршней другая она вот такой вид имеет то есть теперь сверху надписи р.м. нету ставится буква l вместо на примере левого поршня до рассмотрим также пробивается масса поршня это 318 грамм этот 319 грамм этот 320 грамм ну и дата шрифт даты сменился раньше было это типа ну сплошной полоска выбита да только вот масса точками выбита и значок аумет и р.м. буковки точками выбиты все остальное типа как процарапана на новые маркировки уже все в точечку выбита и вот этот значок это тоже фирма умет чешской внутренняя маркировка новых поршней имеет внутри шестеренку р.м. и логотина р.м. написано да и вот такую маркировку так 07 602 а тут 07 602 и буква l снизу буковка а это завод алмет тут все то же самое только единственное что значок добавлен значок р.м. а с другой стороны все то же самое так вот получаем до поршни в принципе в нормальном состоянии если протереть то тут ну есть задержки такие как бы но это не критично то есть это просто царапинки так присутствует шагрень также также как и на новом поршне но на новом поршне что больше если слышите по звуку да здесь она уже подстерлась но это немного тоже так и на этом поршне царапки есть вот на этом поршне это у нас правый поршень чуть побольше но это тоже на но не повлияет на работоспособность по сути дела эти поршни могут еще походить вот свою по цилиндрам больших критичных задиров нету есть естественно износ износ да и получается вот это его на родные кольца поршневые на правом поршне 075 входит а на левом поршни 75 и и 02 это получаем ну почти миллиметр грубо сказать почти миллиметр если же мы берем попробовал новые кольца берем новые кольца 04 щуп лезет 045 не лезет таким образом можем получить отдать эти цилиндры на хонинговку немножко парня сделают хон по новой поставить новые кольца и в кольца будет зазор где-то в районе 045 это в допусках и в принципе будет работать нормально то есть ну и эти же поршни оставить почти почистить их немножко вот эти царапины прям наждачкой там 800 к и убрать аккуратненько без фанатизма и это будет работать естественно заменить поршневые пальцы и сепараторы поршневые кольца тоже новые если не сказал да по коленвалу средний подшипник продул помыл как бы все нормально крутится без заедание лифте от имеется ну как бы это не лифте это зазор это норма крайние подшипники в принципе тоже состояние неплохое сам картер идеальный то есть как новый никаких ступенечек ничего нету это хорошечно эти картера не сверлились то есть видите отверстий нету даже кривых косых как час делать завод их нету без сверленных отверстий видите состояние садников то есть он весь сажен с внутренней стороны это скорее всего подтекал подтекал и поэтому всю сажу вымылом если посмотрим на состояние подшипников на подшипники видите они все в грязи то есть вот в таком в такой копоти работает подшипник естественно и он ресурс ну ограничено уменьшается и с этой стороны тоже самое вот про человек говорил скорее всего подшипник подтекал вот здесь я ничего не трогал видите как бы но видно что грязь она смыта с внутренней обоим подшипника то есть здесь был подсос воздуха это у нас сторона вариатора вариатора так все хорошо но что сделать вот с этой резьбой я еще пока не знаю на этом этот мотор суем в мойку свою мойку моем займемся мотором который приехал у нас свободно ноги по факту моторок спасер с поселка харп подписчику зовут его данила данила тебе привет будем заниматься им начал уже под разбирать то есть снял ручной стартер но стартер у нас получается новый стоит новый карбюратор парни смотрите получается что получается видите не попали иглу в распылительную ну в распылитель не попали иглой и просто-напросто согнулить и она гнута попробуем поправить иголку если у ее кончик не замят то попробуем исправить если же у ее кончик замят то блин я не знаю даже что делать то есть как бы тут по факту но посмотрю у меня можете есть эти старые карбюраторы может от старого карбюратора возьмем иголку так по факту это очень плохо что карбюратора новый карбюратор к 65 это выбору карбюратор я думаю что думал пекаровский выбор выборы мне не нравится мне больше нравится пекар так система зажигания у нас стоит старого образца старого образца в таком коммутаторе не посмотрел 5 на 6 проводная еще то есть два желтых так как то так как он без так из этого коммутатора у нас до 6 проводная потому что красный черный получается это у нас зарядная катушка синие это у нас высоковольтная катушка на искру белый это масса в этих коммутаторах а два желтых это два датчика то есть зажигание 6 проводное вот наверное вот эти два от регулятора напряжения это два световых провода которые то два датчика и которые то два зарядная катушка зажигание это в помойку помойку так дальше и мой вердикт по двигателю еще не разбираю дам предварительно получается он на универсальном картере коленвал стоит старого образца на новых сальниках уже коковские сальники и что-то я так думаю предполагаю да что этот мотор собран из всего говна что было в гараже как я понимаю да то есть этот снегоход был куплен родителями в подарок сыну и но наверное только купили получаться предыдущий хозяин уже его перебирал и сейчас посмотрим разберем разберу сейчас и а дефектуем настоящий все покажу по всем нюансам но я думаю что там все говно скидано что было в гараже потому что это на продажу чуть не забыл хотел сказать по нюансу откручивание вариатора да то есть коленвал у нас старого образца венца электро запуска здесь не было до втулок коленвала на втулки коленвала да на эти волы никогда заводской не было то есть тут или же должен стоять венец или ничего нету когда вот в таком исполнении когда ничего нету вариатор плохо центруется он сидит только на резьбе вот в это место у его ничего не упираться как бы да то есть нет упора и он постоянно будет с биением вот и самая проблема обычно возникает у людей чтобы открутить вариатор до подержать не ну чтобы там под венец учета подсунуть или ключа нечем подержать можно как бы не можно и не нужно бы так делать устанавливайте съемник маховика и пробуйте открутить вариатор да если вариатор не пошел не надо парни испытывать судьбу и там брать там метровые трубы вот такие и крутить это все делаю это трубой как бы если он не идет не идет лучше распрощаться с вариатором чем изогнуть коленвал и загнется он его даже можно провернуть на шейках то есть он может провернуться и потом коленвал просто выкинуть на помойку на металл он сдать поэтому если не откручивается то лучше испортить вариатор и никогда не делаете просто есть еще такие советчики в ю тубе там и не более в ю тубе да все сейчас смотрят ведут берут шнур любой запихивают его под свечу и типа того что поршень поршень у нас получается в камере сгорания появился шнур поршень опираться в этот шнур как бы стопориться коленвала да и откручивает вариатор но что происходит в этот момент когда у нас шнур присутствует в камере сгорания у нас поршень не дошел до верхней мертвой точки то есть у нас когда верхняя мертва . шатун находится вот в таком положении да а когда он не дошел шатун будет вот в таком положении или в таком положении естественно вы будете давить шатун давид не вертикально а сбоку и получаться поршень загибаться в цилиндре на одну сторону ну на эту или на эту в каком положении будет шатун именно тут от положения шатуна это будет зависеть и просто-напросто сломаете юбку поршня но она изогнется сто процентов то есть вы согнете поршень а может еще обломиться как-то так то есть так никогда не делаете проще я говорю испортить вариатор и как бы но сохранить коленвал и по и поршень снял вкусной коллектор что мы видим поставлены прокладки квадратные такие вот бывают продаются они на квадратненькие прокладки парни не покупайте их и не ставьте их видите что происходит это уже я вижу не на первом моторе то есть да они лопаются резина у их высыхает и вот видите как вот коллектор был прикручен в этом месте прокладка не попала просто она просто и была передавлена впускным коллектором это раз и это прокладочка такая же видите треснута тоже это два то есть получается вместо того чтобы прокладки резиновому колечку лежать своей канавки она еще перекрывает плоскость то есть коллектор не дотянут до цилиндров это первый нюанс здесь вообще старая прокладка положено скорее всего сторону как я и говорил мотор собран из всего что было смотрите на состояние поршня то есть там нет это или пальцы велькаются так или коленвал уже писец и задиры вот если посмотреть туда в цилиндры там видно что этот вообще прекрасный сейчас разберем дальше и посмотрим сняли цилиндры и что мы можем видеть головка получается левая целая на правом цилиндре на этом моторе когда-то развалился сепаратор сто процентов это видно по следам на головке сепаратора и скорее всего скорее всего он забрал с собой коленвал и коленвал был заменен коленвал как я и сказал старого образца он отличаться вот этой шейкой она на 24 по моему 24 миллиметра 24 миллиметра но но образ а коленвал его и шейка вот до сюда идет 30 миллиметров это ладно это ладно пальцы пальцы в поршнях вот так вот двигаются ну то есть стороны с этой стороны вот даже вот так и двигаешь поршень это видно что палец и лозит еще больше считается это у нас сторона зажигания на которой же и разваливался поршень который развалился поршень так прокладки под цилиндрами я не знаю вот вот эти руки бы оторвал кто это делал смотрите прокладка под цилиндром кажется двухканальная да но по факту если так взять ножом прорезать чихонько чихонько не попадай так вы поняли то есть вот вот столько висит в цилиндре перекрывать окно и в каждом окне то что там что тут что тут цилиндры у хозяина хозяина нашелся серый герметик не серый это белый герметик это казанский герметик по моему скорее всего белым такой нам нарисовано все такой белый тюбик синяя машинка нарисована неплохой герметик можете тоже использовать его сальники поставлен на красный герметик это на сделать вот так и все печаль беда сначала обратил внимание вот на эту картерину что все думаю чётенько картер блин все офигенно выработки нету но но часто видите вот эти точки это у нас кернение кернили среднюю часть обратил то внимание вот на этой половинке здесь еще больше и вот в этом месте вот так вот посмотрим да у витя вот здесь ступенька откуда она появилась вот отсюда то есть подшипником выдавила выдавила алюминий расплющит то есть раскатала вот как подшипник стоял видите его в плющу это все из-за того что коленвал кривой то есть он имеет биение и он выколотил алюминиевый подшипными подшипниками выколотил алюминий думаю коленвал да ну там битого не битые то есть его колотили видно что его здесь колотили эта фигня он бы поправился биение средний подшипник то есть как-то так и вот по моему правый шатун правый шатун у нас до правый шатун правильно взялся правый шатун имеет верх низ люфт левый еще и вы более-менее естественно цилиндры говно цилиндры уже все поршни вот по поводу поршней то есть это у нас китай и это китай сделан под завод р.м. видите маркировка типа аумет р.м. маркировка цель и поршни эти ставились в шестнадцатом году в шестнадцатом году предыдущий хозяин этот мотор перебрал внутренняя маркировка сразу выдает то есть я еще не снял с мотора сразу понял что ну не почистил даже от нагара сам понял что это китайские поршни то есть вы их написано рифт а здесь по-английски лев ну лей я учил школе немецкий и в школе школу закончил с двойками поэтому не умею читать по-английски как-то так но кто понял тот понял да вот эта маркировка поршней уже нового образца а вот как я показывал вам миша сними вот этот мотор а вот эта маркировка оригинальных поршней которые были как раз же в шестнадцатом не в шестнадцатом году пацаны уже были вот такая вот такая маркировка уже даже было еще видите в шестнадцатом году продавались китайские поршни они можете сейчас продаются как бы выглядят они на вид на вид выглядят как оригинал но это парни это вилки ложки китайский рис прессован вот в этот поршень и вот этот поршень это настоящий поршневой алюминий с вкраплением кремния то есть с большим содержанием кремния здесь где-то ну я думаю что как бы поршневой алюминий он идет где-то в районе 20 процентов кремния там 18 20 процентов если на срез посмотреть поршни видите есть маленькие черненькие точечки и хоть этот поршень уже полированный был но я им пользуюсь кольца когда мерю то есть он полированный был и хоть ты сколько полируй на всем протяжении его полностью спали роша он будет все время эти черные точки будут также и на вот этом не полированным поршнем эти черные вкрапления их видно потом я чуть-чуть попозже я вам покажу этот самый на полированном поршне там будет еще лучше видно вердикт такое что парни это металлом тут нечего взять мотора сейчас будем звонить хозяину и разговаривать все ему объяснил поснимаю маленьких видосиков на ватсап отправляем ну чтобы не обманывать человек может человек подумать что там приходишь денег заработать но нет надо быть честным и все по факту по полочкам разложить что восстанавливает этот двигатель нету смысла как-то так все парни уже в этой серии в этой серии разбирать больше ничего не будем на следующую серию оставим 24 мотора который с питера и сегодня еще привезли мотор еще один по моему он откуда-то или скотт вас а не скотт вас а не самого котласа плюс-минус где-то в окрестностях но это уточню тоже под под переборку поэтому будем заниматься этими четырьмя и этим все парни всем удачи всем пока катайтесь не ломайте скоро сезон подготавливайте свои санки зиме чуть не забыл я же когда выпускал последний ролик ролик называется подробная сборка сейчас здесь ним ссылка в описании всплывет подробная сборка двигатель и там говорил кто первым напишет комментарий как сделать так чтобы сверление в картере начали работать первыми написал комментарии с правильным ответом сергей федоров поэтому два сальничка как обещал только что следующее видео выходит через месяц поэтому ничего страшного отправляя два сальника ему здесь у меня плюс-минус на сборке двигатель до получаем вот эти кольца стопорно он у меня еще картер не просверлен не с этой не с этой стороны и нужно просто-напросто в последующих видео вам покажу то есть у нас идут кольца целая я из них если взять маркер я из них вырезаю вот такой сектор 1 2 примерно вот такой чуть пошире ну миллиметров на 5 больше чем само отверстие в картере и за счет того что кольцо имеет в районе двух с половиной миллиметров толщину у нас появляется щель вот такая между именно подшипником подшипниками сальником и отверстие очень хорошо работает то есть как-то так но еще когда ты вырежешь сектор кольцо на растяну маленько растянуть чтобы она не вилькалась картере и потом при установке его на вклеивать на герметик если же все это без герметика собрать да просто-напросто будет вырезана сектора допустим нас отверстие здесь и кольцо просто провернется от вибрации и сектор уедет то есть она опять же не будет работать как-то так то есть надо его разжать и вклеить на герметик